Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это обзор на дополнение к игре Stellaris. Дополнение называется Утопия и вышло оно в середине апреля. Да, я конечно расскажу о том, что нового появилось в дополнение, но скорее это видео я хочу посвятить самому Stellaris и поговорить с вами о том, как эта игра стала новым символом глобальных 4x космических стратегий. Естественно, поспорить с вами и потом почитать ваши комментарии. Почему-то внезапно за последний год-полтора вышло много стратегий, посвященных тематике космоса. Это и Beyond the Earth, нашего любимого Сида Мэйера, это и ремейк мастера Ориона от моих соотечественников из Wargaming, это и Galactic Civilizations 3, ну и готовящийся Endless Space 2. И если по поводу последней я еще питаю большие надежды, судя по раннему доступу, то остальные из перечисленных игр постоянно не дотягивали до определения офигенной хорошей игры. Beyond the Earth допилили только через год с помощью дополнения, Galactic Civilization 3 постоянно выпускает новые DLC, вот скоро должно появиться большое дополнение Crusade, Master of Orion же вообще оказался слишком ретро-игрой, все-таки нельзя сделать просто ремейк, надо вносить в игровой процесс что-то новое, современное. А вот Stellaris, как ни странно, несмотря на всю свою кажущуюся простоту, оказался именно той игрой, в которую хочется играть. И вышедшее дополнение Utopia меня в этом только еще больше убедило. Хотя само по себе дополнение, как всегда в духе парадоксовских игр, по-хорошему ничего кардинально не меняет, если хотите. Вот это не то дополнение, как в Циве, когда там появляются новые стратегии, игра становится больше. Utopia добавляет скорее новый контент, делает игру еще интереснее, заполняет некоторые лакуны, которые были в Stellaris в середине игры, когда нам становилось немного скучно играть. Добавляет возможность, пройду аналогию опять же с Цивилизацией, играть в Высокие Империи, а не только в Широкие, благодаря тому, что введены обитаемые станции. Появился аналог социальных политик тоже. Из Пятой Цивилизации очень похоже, когда вы набираете очки влияния, потом их тратите на так называемые традиции, которые дают вам в дальнейшем бонусы. Они очень похожи, даже разделены. Там есть и научная ветка, которая очень похожа на рационализм, есть ветка, которая похожа на ветку традиции из Пятой Цивы и так далее, и так далее. Переделаны типы правления, появился коллективный разум, за который я, собственно, и делал два стрима. Он оказался не таким убер, как казалось в начале, но дело все в том, что по-хорошему, вот если откровенно говорить, Стелларис это не стратегия, это ролевая игра. Вот относитесь к ней как к ролевой игре. Вы отыгрываете роль какой-то инопланетной расы. И вот в этом, собственно, и есть главная фишка Стеллариса. Вот этот прогрессивный скачок, чего не было в прошлых стратегии. В Стелларисе всего три вида победы, до которых вы, скорее всего, даже не доиграете. Но это именно, что не игра о победе. Это игра о том, чтобы играть. О том, чтобы быть той расой, которую вы представляете в космосе среди множества других рас. Вы можете плохо развиваться. Я вообще даже считаю тут интереснее делать такие комбинации для ваших рас, чтобы они сложнее развивались. Зато вы прекрасно представляете, кто это. Это воинствующие изуверы, либо фанатики-пацифисты. Фанатики-пацифисты до такой степени, что они убивают всех тех, кто хочет воевать. Это стратегия, ролевая игра. И просто нет другого аналога. При этом у вас есть возможность пойти по пути рабства, по пути развития роботов, вообще переселить все ваше население в тела роботов. При этом какая-нибудь угасшая раса вас за это возненавидит и уничтожит. При этом тут не удивляешься каким-то внезапным нападением компьютерных соперников. Я сейчас говорю не про сетевую игру. Если в шестой циве вот эти постоянные какие-то необъяснимые нападения на ровном месте постоянно вызывают недоумение, то в Стелларисе все всегда происходит логично. И пускай здесь дипломатия тоже не особо богата и развита, тут нету каких-то уникальных фишек, зато вы постоянно видите ваши отношения с другими инопланетянами, почему они вас ненавидят. И это здесь воспринимается, еще раз повторю, логично. Да, я коллективный разум-пацифист, а вот эти ребята индивидуалисты, воинственные индивидуалисты. Конечно, они меня будут ненавидеть, что бы я ни делал. Это настолько в стиле любой ролевой игры, что прямо удивительно, почему другие разработчики до этого не додумались. И благодаря этому факту прощается некая, все-таки, стратегическая упрощенность Стеллариса. Ну, согласитесь, всего два ресурса. Вначале было энергия, АК деньги, и минералы, АК железо или дерево, как хотите. Сейчас еще на общую приборную доску после выхода дополнения вынесли еду, чтобы она равномерно распределялась между планетами. Если у вас есть общий избыток еды, тогда у вас все планеты будут расти, даже если на какой-то из планет большой минус по еде. То есть еда теперь распределяется на всю империю, а не отдельно по каждой планете. Ну и аналог культуры появился, то самое, что вы тратите потом на открытие традиций. Но это такой мизер по сравнению со всеми любыми другими стратегиями, что прям где удаешься, как это работает. А оно все работает все равно. Если при выходе оригинальной игры многие, да я, по-моему, в том числе плевались на рандомизированное дерево технологий, то сейчас я мало того, что к нему привык, так и думаю, что в принципе в этом что-то есть. Потому что оно постоянно нас заставляет по-разному действовать, а разработчики вроде как нашли неплохой баланс. Поэтому при таком случайном дереве технологий вы проигрываете не потому, что вам не повезло с технологией, а потому что вы как-то плохо сыграли. Да и то, опять же, что значит проигрываете? Вы отыгрываете роль отстающей по технологиям расы лисичек-технократов. Так что все путем, все нормально. Да, я согласен, что в Стелларисе не завезли космические бои, то есть вы ими не можете управлять, вы только стравливаете два флота между собой и напряженно ждете результата. Да, они завезли наземные бои, но надо ли это? Надо ли это для ролевой игры? Они пошли по более верному, по-моему, пути, наполняя игру большим количеством квестов, большим количеством возможностей развития, вариантов развития. И когда ты смотришь на даже среднего размера галактику, в которой 15-16 инопланетных рас сплелись в тесном клубке федераций, войн, союзов, вассалитета, сюзеренитета, то вполне соглашаешься, что обойдешься и без космических боев, и без планетарных боев. Тем более, что я представляю, например, бой 20 крейсеров, 40 эсминцев, 60 корветов, и как всеми ими управлять на отдельном экране, и как ими воевать. Зато здесь мы видим масштабные, огромные космические столкновения, ты чувствуешь эту масштабность, ты чувствуешь масштаб своей империи, ты ощущаешь, что это действительно космическое приключение, чего, по-моему, офигенно не хватает в том же Мастеров Орайон. С другой стороны, Stellaris не сваливается в совсем уже грустный, убогий Excel, то есть в игру с цифрами, как то произошло с Galactic Civilizations 3. Если вы меня спросите, так, Леша, надо ли нам покупать вот это дополнение к Stellaris? Ребят, если вам нравится Stellaris, то в любом случае, конечно же, купите. Если вам нравятся космические 4Х стратегии, да блин, просто 4Х стратегии, если вам нравятся глобальные стратегии, то Stellaris надо купить обязательно. Утопия просто делает его больше, добавляет туда больше квестов, больше строений, больше контента, она не изменяет его, но опять погружает вас в многочасовые партии. Вам опять хочется создавать грибы фашисты, нет, грибов фашистов, наверное, правильно по-русски, ненавидящих все живое моль паразитов или разумных деревьев изуверов, и отыгрывать за них роль. Просто избавьтесь от мысли о том, что вам надо обязательно победить. Играйте. И Stellaris именно та игра, которая позволяет вам просто играть. Я уже не упоминаю замечательную музыку, которая вот, кстати, звучит в процессе моего обзора. Визуальный ряд. Проблема Stellaris, пожалуй, только одна, это его интерфейс. Очень многие фишки просто неочевидны людям и закопаны к какой-то гремучей глубине. Но и без них вы можете спокойно играть. Вы просто погружаетесь в вот эту атмосферу безграничного космоса. Так что я настоятельно рекомендую вам Stellaris и играть в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok